Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Вплотную мы подобрались к важнейшему отчету по состоянию американского рынка труда Non-Farm Pearls. Еще, скажем, некоторое время назад эта статистика воспринималась чуть ли не в качестве основного индикатора того, что Федрезерв будет оставаться на пути высоких процентных ставок. Сейчас все полностью радикальным образом изменилось и отчет по Non-Farm Pearls мы с вами ждем с точки зрения оценки дополнительной вероятности того, что американский регулятор пойдет на снижение процентной ставки. Ну, в общем, ничто не вечно под солнцем, друзья, тренды меняются и в данном случае мы также отказались от идеи уже, в принципе, довольно давно покупок американского доллара. Сегодня мы также подведем итоги заседания Европейского Центрального Банка, это очень важно, потому что в целом по риторике мы услышали то, что хотели. Евро в моменте не ослаб, но я допускал в качестве альтернативного сценария того, что такое может быть. Мы сильно не выросли, напротив, снова подбирались к уровню 1.13, довольно высокому локальному значению и тире прекрасной возможности, опять же, как говорят трейдеры, засолить на долгосрочную основу, перспективу, потому что это уровень, который, в принципе, не раз разворачивал главный валютный риск. А сейчас, с учетом той риторики, которую мы получили, я абсолютно уверен, друзья, то, что дорога открыта только к тому, чтобы евро ослабел. Давайте подробнее разберем в целом тотальный фон, который сложился. Вчера он был неоднозначным в плане оценки каких-то геополитических составляющих. Вот если сослаться, опять же, на то, за чем мы следим, это отношения Китая и США, а также темы довольно актуальны, потенциальные и мексиканские тарифы, точнее, и таможенные пошлины, отношения мексиканских товаров, вроде бы как настроения улучшились после того, как Трамп сделал заявление о возможности откладывания решений установления этих таможенных пошлин. Если мексиканская сторона действительно сделает все возможное, чтобы остановить эту незаконную миграцию, то, в принципе, может и вовсе дело до них не дойти. Рынок выдохнул. Но вот буквально через некоторое время, я уж по хронологии не помню, Трамп сделал другое заявление, которое снова повысило накал страстей, отметив то, что он прямо сейчас рассматривает возможность введения тарифов на оставшуюся часть китайского импорта. Как вы помните, это товары в долларом эквиваленте около 320 миллиардов долларов. Конечно же, много еще на доказательство того, что, пожалуй, нет никаких шансов и надежд на то, что стороны сядут за стол переговоров, а если нет, значит мы говорим о тотальном риске затяжного экономического спада, потому что торговая тарифная война ведущих экономик отразится на темпах роста непосредственно этих стран и уже по принципу цепной реакции приведет к замедлению мирового экономического роста. По нефтянке, друзья, хорошо, что мы не стали дергаться, лезть в рынок, потому что последовала коррекция. Мы вышли буквально на самых низах. Это еще больше поднимает настроение перед выходными. Я и сегодня не буду рекомендовать вам открытие каких-то новых дополнительных позиций. Если лучше, давайте понаблюдаем, наверное, неважно сейчас и не имеет значения говорить о том, что все-таки на рынке черного золота обсуждается это, и опасения за перспективы роста мировой экономики, это и, опять же, угроза тарифной войны для того же самого роста и впоследствии для спроса на углеводороды. Мы обсуждали накануне статистику по запасам. Это все пока что в прошлом. Друзья, впереди важные события для рынка черного золота. Ну, не то чтобы прям совсем скоро, в конце июня. Это даты двухдневного заседания 25-26 июня, заседания ОПЕК, где был поднят вопрос о том, стоит ли продевать действие энергетического пакта. Вот я думаю, в преддверии этого события настроения начнут активно меняться, потому что от этого решения будет зависеть, что будет с таким показателем важным для сырьевого рынка, как предложение. Увеличить ли производство страны ОПЕК, либо, напротив, продолжит придерживаться прежних договоренностей, в соответствии с которыми они добычу нефти снижают. Мы тоже будем вариться в этом котле, друзья, но я уверен, что сделки будут, и мы нащупаем с вами какой-то дополнительный уровень, возможность, откуда можно будет снова зайти в сделку и в очередной раз заработать на рынке черного золота. Евро против доллара, друзья, я здесь не буду тоже растекаться по одреву. 1,1266 сейчас о котировке. Мы были абсолютно уверены в том, что текущая экономическая конъюнтура европейская это залог того, чтобы ЕЦБ прошел на более проактивные действия, которые предполагают еще больше экономическое смягчение. Ну, потому что без новых стимулов сейчас, в принципе, не обойтись. И политика будет оставаться мягкой. Драги вчера подтвердил, что ставки останутся, ну, как минимум, на текущих значениях и до, возможно, конца 2020 года. Но что важно, друзья, он сделал комментарий о том, что существенное ухудшение конъюнктуры, особенно если ситуация будет развиваться в таком же ключе, может вынудить Европейский Центральный Банк даже снизить процентную ставку. Вот представляете, насколько это может быть, в принципе, интересно для того, чтобы закладывать, опять же, ожидания, потому что произойдет с евро совсем на долгосрок. Может быть, мы совсем скоро с вами вернемся к идее того, быть ли все-таки паритету на нашем веку. С учетом того, что складывается, я допускаю, что есть для этого все шансы и возможности. Драги также подтвердил, что во втором-третьем квартале стоит готовиться к слабым цифрам по экономическому росту. Но вот, к сожалению, друзья, чего не было, так это детали по программе ТЛТР. Я не знаю, почему не поделился Европейский Центральный Банк планами, ну, возможно, были какие-то причины, но все равно риторика остается мягкой. Доп-давление на евро, уверен, может оказать еще и своего рода бюджетный кризис с отсылкой на Италию. Я напомню, что на этой неделе Еврокомиссия пригрозила наказанием Италии, если они не снизят госдолг, который вдвое превосходит лимиты, установленные для стран Европейского Союза. Но, судя по всему, Рим плевать хотела на требования Брюсселя. Я думаю, что эта конфронтация с Еврокомиссией, в конце концов, еще один хороший повод, чтобы продавать евро. Доллар иена, друзья, 108.46. Хочу предложить вам сделку селлимит с отметки 108.70. Я уверен, что сегодня данные по Non-Farm Perils нас разочаруют. У нас была репетиция по EDP, слабые цифры. Уровень безработицы в Штатах остается на отметке 3.6. Количество новых рабочих мест по прогнозу 185. Я ожидаю, что ниже 150 будет. Средние зарплаты, если прям совсем повезет нам, как продавцам доллара, мы увидим сегодня снижение темпа роста зарплат на, как минимум, на целых 0,1%. Ну и, разумеется, это еще больше притопит позиции американских облигаций. Они уже сделают то, что нам нужно для доллара. То есть, провоцируют еще одну волну на распродаж. Фонд против доллара. Здесь, в принципе, ничего не меняется. 1.26.96. Сегодня официальный Тереза Мэй перестанет быть премьер-министром, но сохранит еще возможность исполнять полномочия. Но мы понимаем, что уже стоит готовиться к какому-то новому премьерскому началу. Пока смотрим, следим за потенциальными кандидатурами. И, в частности, скорее всего, это будет Борис Джонсон. Я уже говорил о рисках для, собственно, британца. И доллар канадец 1.3349. Друзья, сделка тоже на сегодня. Байстоп с уровнем 1.3370. Я уверен, что данные по рынку труда Канады сегодня разочаруют. В частности, даже по прогнозам. Измене числа занятых на очень скромном значении 8 тысяч предполагается. В то время, как в прошлый раз мы видели рост на 107 тысяч. Представляете? Больше, чем в 10 раз меньше по ожиданиям. То есть, весь раз хуже сегодня цифры прогнозируются. Если статистика, в принципе, окажется такой, то быть канадцу дешевле. Мы ждем также закрепления пары выше отметки 1.34. И полагаем, что поддержку нам еще окажет и нефтянка. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.